Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести. Карачева, Черкесия. Капремонту здания включены в региональную программу «Модернизация школьных систем образования». Объект будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября 2025 года. Благодаря программе «Модернизация школьных систем образования», которую запустили два года назад по поручению президента Владимира Путина, на сегодняшний день в республике отремонтировано 47 школ. В этом году начались работы еще 15. Глава Карачева, Черкесия, отметил, что и дальше будет продолжена работа в этом направлении. Сегодня в Доме правительства республики прошла встреча представителей власти с сотрудниками пограничной службы России, руководителями всероссийской акции «Беречь отчизну, долг и честь». Гости республики рассказали о важности патриотического воспитания молодежи, о необходимости поддерживать участников специальной военной операции, которые отстаивают интересы России и обеспечивают безопасность населения. Представитель ветеранской организации погранслужбы поблагодарил жителей Карачева-Черкесии за воспитание тех, кто в настоящее время несет службу на границе с Украиной. Также участники брифинга узнали, что в рамках патриотического мероприятия в республике запланированы фотодокументальные выставки Центрального пограничного музея, выставки вооружения, военной формы одежды, технических средств охраны границы. В завершение стороны обменялись ценными подарками и пообещали продолжать сотрудничество. В наших творческих коллективах, общественных организациях мы проводим очень и проводим очень много патриотических мероприятий, воспитательных мероприятий. Я думаю, как нельзя кстати, вот ваш визит сегодня. Большое вам спасибо за это хорошее мероприятие, за эту инициативу. Я думаю, мы постараемся сделать все, чтобы у вас, как говорится, осталось хорошее впечатление о нашей республике. После делегация посетила аллею пограничной славы в Черкесске, гости из столицы прошлись вдоль нее, знакомясь с экспозициями, бюстами героев пограничной службы, памятным камнем в честь столетия пограничного управления ФСБ России по Карачево-Черкесии истинной памяти, где увековечены имена погибших при исполнении служебных обязанностей. Здесь они возложили цветы в честь тех, кто героически защищал границы Родины до последнего, оставаясь верными служебному долгу. Особое внимание гости уделили выдающимся заслугам ветеранов пограничной службы, которые были отмечены памятными знаками в честь столетия управления и дипломами за многолетнее и беззаветное служение Отечеству. Надо работать больше, особенно с молодежью сейчас. И так вы знаете, что обстановка в стране, и наши ребята ездят на границу. Там уже находятся в новых районах. Есть погибшие. Очень жаль, что это происходит. Хотелось бы побыстрее победить, чтобы это закончилось уже. Судьба их раскидала по стране, но солдатская дружба крепка как сталь. Один из приезжих гостей, заместитель председателя общественной организации Российский совет ветеранов пограничной службы ФСБ России, генерал-лейтенант запаса Владимир Лакиза, навестил сегодня своего давнего друга, нашего земляка. Ветерана пограничной службы Александра Илющенко, свидетелями долгожданной встречи двух сослуживцев, которые не виделись 44 года. Стала наша съемочная группа. Фатима Даурва передает волнительные эмоции этого момента. Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант Александр Николаевич. 44 года не виделись. Ничего, молодец, бодрячком-то еще. Сердце встречи настоящее и растревожено. Долгожданной, той, от которой радость усеяют глаза, а душа сразу же требует песню. Только мне по душе, эта жизнь почевая, офицера границы, крутая судьба. Почему ее поставил? Мы ее в ансамбле играли. Саша играл на гитаре, я на удар. Александр Илющенко и Владимир Лакиза – однокурсники, которых судьба и служебный долг разбросал по разным уголкам страны. С первых дней у них завязались добрые, дружеские отношения. Помимо учебы и дружбы, их объединяла еще одна страсть – любовь к музыке. За всю историю училища это был самый лучший вокально-инструментальный ансамбль. Это пограничник 76. Это правда, ничего, кроме правды. Для двух сослуживцев-пограничников солдатская дружба – не просто слова. В них заложено многое – молодость в погонах, непростое время учебы и службы. Воспоминания идут потоком. Ветераны делятся ими с присутствующими, а те, в свою очередь, вслушиваются в каждое слово интересного рассказа. Но московские гости, представители пограничной службы России, сегодня пришли не только слушать. У них особая миссия – оказать знак внимания ветерану, выразить благодарность за достойное служение Отечеству и вручить презент. Александр Николаевич, распоряжением руководителя нашей ветеранской организации пограничной службы, генерал-полковник Олива Мацур Моздучи, ты награжден знаком ветеран пограничных войск. «Здесь вот вся моя судьба и жизнь в Черкесске, в Карачаево-Черкесии. Это все за Карачаево-Черкесию. Это мне за…» «За заслуги перед Отечеством с мечами. Боевая. Не за работу, это именно боевая медаль.» «Да, это все было здесь, и это…» «За боевые заслуги». «Это вот медаль, самая боевая, за боевые заслуги». «За отличие охранника государственной границы». «Это за задержанного нарушителя я руководил. Удачно. Вот это мой итог». Начищенная бляшка и грудь вся в орденах. И в каждой медали заключена особая история. Верности, служение долгу и Отечеству. Фатима Дорова, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы продолжим. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дожди, гроза. В водимых районах сильные дожди и ливни. В сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Днем в горах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-13, в горах местами плюс 2-7, днем плюс 21-26 градусов. В горах местами плюс 12-17, в северных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии ночью без существенных осадков. Днем кратковременные дожди, гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, днем плюс 23-25 градусов. Высокая пожароопасность. Повышение качества образования – главная цель. Министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко прокомментировала ежегодное послание главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова Народному собранию республики, ее ведомство. Какая работа уже проведена и что необходимо для выполнения поставленных задач, расскажет Альбина Ламкова. Оценка развития региональной системы образования дана и определены новые задачи, в соответствии с которыми были даны поручения в ежегодном послании главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. К исполнению уже приступили. Они выполнимы, так как необходимые условия для работы созданы, сказала министр образования и науки республики Инна Кравченко. Достаточно хорошая основательная работа и фундамент был заложен до того, как завершается работа национального проекта образования. Я хочу сказать, что за весь период образования все контрольные точки в рамках реализации национального проекта образования были достигнуты. Это и строительство, и капитальный ремонт школ, обновление материально-технической базы образовательных организаций, оснащение их современным оборудованием, конечно, профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров, реализация программ, повышение квалификации, методическая поддержка. Конечно, остаемся приверженцы основной цели – это повышение качества знаний наших учеников, это в том числе качество работы наших сотрудников, педагогов, непосредственно их подготовка, переподготовка, повышение квалификации, это подготовка кадров профессионального уровня. Сегодня эту задачу также Рашид Борисбевич обозначил перед нами. Над этими и многими другими задачами мы готовы работать на перспективу ближайшую. В планах достойно завершить национальный проект образования. На смену ему в 2025 году придут новые, направленные на дальнейшее развитие отрасли и повышение качества образования. Начнет формироваться и реализовываться новый проект по созданию инфраструктуры дошкольного образования, в том числе это то, чего раньше не было, то есть это строительство и капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций. И хочу отметить, что в рамках поддержки и поручений главы Карачаева Черкесской Республики уже в 2024 году будет отремонтировано за счет республиканских средств 12 дошкольных образовательных организаций по одной образовательной организации в каждом муниципальном образовании. В 2025 году в рамках нового национального проекта эта работа будет продолжена и будет длиться до 2030 года. Надо отметить, что помимо капитального ремонта будет и строительство дошкольных учреждений. Там, где необходимо, продлят строительство общеобразовательных организаций. Уже в этом году введут четыре объекта почти на 1500 дополнительных мест. Это даст возможность решить проблему со второй сменой, ликвидируя ее полностью. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Настойчивость в спорте может превратиться в выдающееся достижение. В Черкесске прошел межрегиональный юноармейский турнир по армейскому рукопашному бою Кубок Победы, посвященный ветеранам и героям Великой Отечественной войны. Про торжественное открытие, награждение и чествование гостей расскажет Мэя Хамдохова. Федерация армейского рукопашного боя – один из видов боевых искусств, который включает в себя различные виды единоборств. Такой вид спорта вызвал большой интерес у подрастающего поколения. Ведь спорт – это не только про медали, но и про искусство самообороны и защиты. Если говорить о преимуществах, то он менее травмоопасен и предназначен как для защиты, так и для нападения, говорят организаторы. Армейский рукопашный бой совмещает в себе как раз-таки все виды единоборств. Я думаю, наши дети дадут серьезный отпор. От Карачаева-Черкесии выступает военно-патриотический клуб воин. На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости – члены жюри и болельщики. Со словами напутствия и дальнейших побед присоединился и замминистра физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии Мурат Агиров. Я хотел бы, чтобы вы росли на примере героев, на примере тех героев, которые сегодня повторяют подвиг наших предков. Поэтому хотелось бы, чтобы быстрее воцарила победа, мир, чтобы мы могли продолжать созидать. Желание детей участвовать в больших турнирах усиливается, когда есть воля к победе. В соревнованиях участвовали юные бойцы в возрасте от 6 до 15 лет. Мальчики и девочки, которые продемонстрировали мастерство и навыки владения приемами рукопашного боя, показали болельщикам и судям захватывающие поединки. Стать примером верности данному слову спортсмены учатся не только в спортивных клубах, но и из истории ветеранов Великой Отечественной войны. Именно им посвящен межрегиональный фестиваль Кубок Победы. Пропагандируя такой вид единоборств, у юных спортсменов формируется патриотическое воспитание, которое закаляет их на преодоление жизненных препятствий. Я начинала заниматься КУДО, потом перешла в Зиндакай-Картедо. Когда наш клуб закрылся, я решила продолжить свой путь и прийти сюда. По окончанию юно-армейского турнира свои заслуженные медали получили бойцы из Южного федерального округа и Северного Кавказа. В сборной команде из девушек призовые места заняли военно-патриотический клуб «Воин» из Карачаева, Черкесии, спортивный клуб «Арагац» Буденновск и двойной дракон Пятигорск. По словам опытных наставников, победы, как и поражения, даются нелегко. Но лишь в том случае, когда человек поймет, что есть вещи поважнее, чем победы или поражения, только тогда он станет чемпионом. Майя Хандохова, Олег Молхожев, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «За семью печатями». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова